У творческих ребят даже сдачи итоговых проектов проходят креативно. На протяжении целого полугодия 11-классники трудились над самыми настоящими произведениями искусства. И вот пришло время показать их настоящим экспертам. Гора новостей в Республиканской художественной гимназии-интернате имени Касима Аскатовича Давлет-Кильдеева. Здесь проходит защита творческих проектов старшеклассников. Ребята готовились к этому дню всю свою творческую жизнь. Ведь тут нужно выложиться по максимуму и показать все свои художественные задатки. У кого-то картина, у кого-то арт-объект. Есть скульптура и живопись. Все работы разноплановые. Расскажи о своей работе. Моя работа выполнена в технике линогравюра и посвящена открытию памятника великому герою Менгалиши Маратову. Какими материалами ты работала? Я выполняла работу свою в технике линогравюра. Там используются только линолеум, резцы и печатный станок в конце. Почему ты выбрала эту тему? Мне очень понравился этот памятник. Когда я на него первый раз смотрела, у меня были мурашки по коже. У нас в гимназии очень много творческих дисциплин. А еще большое внимание уделяется изучению культуры нашего Башкортостана. Обратили внимание, что очень много работ с национальным колоритом. РХГИ — это уникальная площадка. Нигде не дают такого творческого образования. В никаких других учебных заведениях нет подобного зачета. У каждого дипломника есть куратор, который помогает с выполнением творческого проекта. О чем твоя картина? Я решила передать настоящую красоту природы именно той, которую человек обычно не видит и иногда даже не пытается ее замечать. Как ты работал над своей картиной? Сначала был акварельный подмалевок. Это позволяло регулировать воздушность гор на заднем плане и также показывать рельефность камней. Подобный зачет проходит у девятых и одиннадцатых классов Республиканской художественной гимназии-интерната. В состав комиссии входят не только учителя, но и преподаватели художественных вузов, действующие художники и деятели искусства. Здесь важно не только искусственно выполнить свой проект, нужно еще интересно его презентовать, ну и, конечно же, суметь ответить на вопросы комиссия. Как известно, хороший художник не только должен виртуозно рисовать, но и должен наполнять то, что делает, смыслом. Уверена, что лучшие из этих произведений займут почетное место в галерее, а остальные отправятся на конкурсы. Амина Мефтахова, Ренат Кашапова. Специально для Горы Новостей.